Глава 10. Божественное Всеведение Сказать, что Бог знает все, это значит сказать, что Он обладает совершенным знанием, и поэтому Ему не нужно ничего изучать. Но более того, это значит сказать, что Бог никогда не учился, и Ему незачем учиться. Священное Писание учит нас, что Бог никогда ни у кого не учился. Кто уразумел Дух Господа, и был советником у Него, и учил Его? С кем советуется Он, и кто вразумляет Его, и наставляет Его на путь правды, и учит Его знанию, и указывает Ему путь мудрости, книга пророка Исаии, глава 40, стихи 13 и 14. «Ибо кто познал ум Господен, или кто был советником Ему?» Послание к римлянам, глава 11, стих 34. Эти риторические вопросы, заданные пророком Исаией и апостолом Павлом, подтверждают, что Бог никогда не учился. От этого только один шаг к выводу, что Богу незачем учиться. Если бы Бог когда-нибудь и как-нибудь мог получать знания, которыми Он бы не обладал, и не обладал бы вечно, Он был бы несовершенным, чем-то меньшим, чем-то, что Он есть. Подумать о том, что Бог может сидеть у ног какого-то учителя, Пусть даже этот учитель, архангел или серафим, это значит подумать о ком-то другом, А не о Всевышнем, Творце Небес и Земли. Я думаю, что подход к божественному всевидению, ад противного, вполне оправдан в данных обстоятельствах. Поскольку наше интеллектуальное знание о Боге мало и не преодолено, мы иногда значительно продвигаемся в наших усилиях понять, что такое Бог, думая о том, чем Он не является. И поэтому в процессе этого изучения атрибутов Бога мы были вынуждены часто использовать отрицание. Мы увидели, что у Бога нет происхождения, что у Него нет начала, что Ему не нужны помощники, что Он не претерпевает никаких изменений и что в Его драгоценном существовании нет никаких пределов. Эта попытка объяснить людям, что такое Бог, показав им то, чем Он не является, используется и получившими Божье вдохновение авторами Священного Писания. «Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал?» Взывает пророк Исаия, что вечный Господь Бог, сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает. Книга пророка Исаия, глава 40, стих 28. «О краткое утверждение самого Бога, «Я Господь, я не изменяюсь» Книга пророка Малахии, глава 3, стих 6, говорит нам о божественном всевидении больше, чем может сказать трактат, состоящий из 10 тысяч слов и составлены так, что в нем нет никакого отрицания. Апостол Павел с помощью отрицания говорит о правдивости Бога. «Неизменный в слове Бог» Послание к титу, глава 1, стих 2. «А когда ангел утверждает, что у Бога не останется бессильным никакое слово, Евангелие Луки, глава 1, стих 37, два отрицания перерастают в утверждение». Не только Писание учит, что Богу ведомо все, об этом можно узнать из всего остального, что говорится о Боге. Бог в совершенстве знает самого себя, и поскольку Он – источник и творец всего, из этого следует, что Он знает все, что можно знать. И Он знает это с самого начала и со всей полнотой совершенного знания, которое включает каждую возможную частицу знания обо всем, что существует или могло существовать где-либо во Вселенной, в любое время в прошлом, или же будет существовать когда-нибудь, спустя столетия или тысячелетия. Бог мгновенно и без всяких усилий узнает обо всей материи и обо всех делах, обо всех умах и о каждом уме в отдельности, ибо всем духе и обо всех духах, обо всех существах и о каждом существе в отдельности, ибо всем творении и обо всех тварях, о каждом множестве и обо всех множествах, обо всех законах и о каждом законе в отдельности, Обо всех отношениях, причинах, мыслях, тайнах, загадках, чувствах, желаниях, о каждом секрете, не высказанном никакими словами, обо всех престолах и владениях, обо всех личностях, обо всех вещах, видимых и невидимых на небесах и на земле, о движении, о пространстве, о времени, о жизни, о смерти, о добре, о зле, о небесах и об аде. Потому что знание Бога обо всем совершенно. Он знает не что-то лучше, что-то хуже, а обо всем знает одинаково хорошо. Он никогда ничего для себя не открывает. Он никогда не удивляется, не изумляется. Он никогда не спрашивает себя ни о чем, никогда не ищет информации ни о чем и не задает вопросов. За исключением тех случаев, когда он вызывает на разговор людей для их же собственного блага. Бог же существует в самом себе и сам по себе. И он обладает совершенным знанием о том, чего ни одно сотворенное существо знать не может о самом себе. Божьего никто не знает, кроме Духа Божья. Первое послание к Коринфянам, глава 2, стих 11. Только бесконечный может знать о бесконечном. Мы видим, как божественное всеведение вызывает в нас страх перед Богом и восхищение перед Ним. То, что Бог насквозь знает каждого, может заставить содрогнуться от страха человека, которому есть что скрывать, какой-нибудь грех, от которого человек еще не отказался, какое-нибудь тайное преступление, совершенное против человека или против Бога. Не получившее благословение душа вполне может дрогнуть от мысли о том, что Бог знает неубедительность каждой отговорки и никогда не примет необоснованного оправдания к греховному поведению, потому что Он прекрасно знает истинную причину такого поведения. Ты положил беззаконие наше перед Тобой и тайное наше пред светом лица Твоего. Псалом 89, стих 8. Как страшно становится, когда видишь снова дама, которые пытаются спрятаться среди деревьев, не Эдемского, а другого сада. Но где им спрятаться? Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Скажу ли я, может быть, тьма сокроет меня, и свет вокруг меня сделается ночью, но и тьма не затмит от тебя, и ночь светла, как день. Псалом 138, стихи 7, 11 и 12. А для нас, бежавших в поисках пристанища, а потом ухватившихся за надежду, данную нам в Евангелии, как приятно знать о том, что Отец наш Небесный полностью знает нас. Никакой лжец не может оклеветать нас, никакой враг не может ни в чем нас обвинить, никакой забытый скелет, спрятанный где-то в потайном шкафу, не будет вынут оттуда и не приведет нас в замешательство, и не откроет ужасы нашего прошлого. Никакая слабость в нашем характере, о которой мы сами даже не подозреваем, не станет явной и не отвратит Бога от нас, поскольку Он знал все о нас еще до того, как мы узнали Его. И Он позвал нас к Себе, полностью зная обо всем, что свидетельствует против нас. Горы сдвинуты, и холмы поколеблются, а милость моя не отступит от Тебя, и завет мира моего не поколеблется, говорит милующий Тебя Господь. Книга пророка Исаии, глава 54, стих 10. Отец наш на небесах знает, из чего мы состоим, и помнит, что мы есть прах. Он знал о нашем врожденном коварстве и ради себя самого решил спасти нас. Книга пророка Исаии, глава 48, стихи с 8 по 11. Его единственный Сын, находясь среди нас, испытывал наши страдания во всей непрокрытой силе физических мучений. Его знание о наших бедах и несчастьях не только теоретическое, Он лично испытал это и относится к страдающим людям с теплотой и сочувствием. Что бы с нами ни случилось, Бог знает об этом и заботится о нас, как никто другой. Он дает свою радость всем, Он становится маленьким ребенком, Он становится несчастным человеком, Он тоже испытывает печаль. Не думай, что ты можешь вздыхать от горя, а твоего Создателя не будет рядом. Не думай, что ты можешь пролить хотя бы одну слезу, и твой Создатель не будет рядом с тобой. О, Он дает нам свою радость для того, чтобы Он мог уничтожить наши печали. А пока наша печаль не покинула нас и не ушла прочь, Он сидит рядом с нами и плачет. Уильям Блейк Субтитры подогнал «Симон»